Президент Государственного Совета Республики Бумии Добрый день, уважаемые коллеги и приглашенные! Сегодня на заседании Государственного Совета Республики Бумии создается торжественная церемония вступления в должность главы Республики Бумии. На заседании из 30 депутатов присутствуют 25. Кворум для проведения заседания имеется. Сегодня в зале присутствуют к сути Конституционного Суда Республики Бумии гости приглашенные. Первое заседание, третье сессия Государственного Совета Республики Бумии 6-го созыва объявляют открытым. Добрый день, уважаемые коллеги и приглашаемые. Дмитрий Ильич, уважаемые депутаты Государственного о результатах досрочных выборов главы Республики Коми, в соответствии с которым в голосовании приняло участие 280 789 избирателей, что составило 40,62% от числа избирателей, включенных в список избирателей на окончание голосования, избирательная комиссия Республики Коми постановила признать досрочные выборы главы Республики Коми состоявшимися, а результаты выборов действительные. Считать избранным на должность главы Республики Коми Габрикова Сергея Анатольевича, 1970 года рождения, местожительства Республика Коми, город Сыктывкар, выхвенитого избирательным объединением Коми-региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия», получившего 174 567 голосов избирателей, что составило 69,7% от числа избирателей, принявших участие в голосовании. По основанию избирательной комиссии Республики Коми от 22 сентября 2016 года Сергей Анатольевич Габриков зарегистрировал в качестве администратора главы Республики Коми. Для принесения присяги Конституцию Республики Коми Питер с торжественной присяги главы Республики Коми внести Сергей Анатольевич Габриков В соответствии со статьей 82 Конституции Республики Коми При вступлении в должность глава Республики Коми приносит торжественную присягу в установленную в Ганнской Фруции Республики Коми. Коми Республика Вступлении в должность главы Республики Коми торжественная приносит добросовестно выполнять возлагая на меня высокие обязанности главы Республики Коми уважать и защищать права и свободы человека и гражданина соблюдать Конституцию Российской Федерации соблюдать Конституцию Республики Коми федеральные законы и законы Республики Коми присяга заверяется подписью главы Республики Коми в соответствии с рекламентом Государственного Совета Республики Коми во факт уступления главы Республики Коми в должность оформляется декларация Государственного Совета Республики Коми председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Борисовна Дорогеева В настоящей декларации Государственный совет Республики Коми подтверждает принесение Габриковым Сергею Анатольевичем торжественной присяги в соответствии со статьей 82 Конституции Республики Коми перед Государственным советом Республики Коми в присутствии судей Конституционного суда Республики Коми и вступлении его в должность главы Республики Коми 22 сентября 2016 года. АПЛОДИСМЕНТЫ Вступим в должность главы Республики Коми. Горнур, Донаветер, уважаемые депутаты, гости, приглашенные соратники. Вступаем в должность всенародно избранного главы Республики Коми. Я благодарю всех жителей Республики, отдавших за меня свои голоса 18 сентября в единый день голосования. Повторю еще раз для всех, вам не будет стыдно за ваш выбор. Почти год по поручению президента Российской Федерации я возглавляю Республику Коми. За это время я был практически во всех уголках нашей большой республики. Встретился с тысячами людей, которые, высказывая свои пожелания, говорили о сокращениях, предлагали механизм решения тех или иных возникших проблем и вопросов. Скажу честно, я действительно влюбился в наш замечательный край и в наших людей. И считаю своим долгом сделать все, что в моих силах для возрождения нашей Республики. За год проделана большая работа. Ее цель вместе с жителями Республики сформировать наш действительно действенный план. Те цели, которые мы с вами выбрали, должны лечь в основу нашей миссии. Все планы, которые мы обсуждали во время общественных слушаний, все предложения, которые нам высказывают жители, должны войти в наши стратегические документы. И наша с вами самая главная цель – теперь реализовать нашу миссию в полном объекте. Мы уже начали перезагрузку отношений с крупнейшими компаниями, работающими на территории региона. Появились новые производства. Заметна уже подвижка в переселении граждан из ветвого и аварийного жилья. И, конечно же, это только первый результат. Сейчас мы находимся в начале важного стратегического пути. И как мы пройдем этот путь, зависит исключительно от нас с вами. Все, что мы задумали, все, что бы у нас получилось, мы обязаны быть, безусловно, патриотами своей великой России и, конечно, республики Коми. Мы живем в такое время, которое требует служения отечеству с полной самоотдачей. Республика Коми – это наша судьба. И мы будем работать так, чтобы наши современники и наши потомки могли нами гордиться. Мы обязаны внести тот самый ответственный хват, за который нам не будет стыдно перед будущим поколением. И наши принятые решения обязаны всегда выполняться в срок и с тем самым ожиданием, которое возлагает на нас навод в живущий в Коми. Мы должны быть христально честными, действовать исключительно в интересах республики и, конечно же, в интересах каждого моего жителя. Именно этого ждут от нас люди, отдавшие голоса на выбор. И это будет требовать и веление времени. И я, как глава республики, буду требовать этого от подчиненных, которым предстоит вместе со мной выполнять эти амбициозные планы. Набреженная работа, которую мы ведем уже практически целый год, показала, что в республике Коми, безусловно, есть люди, способные творчески и очень плодотворно трудиться на благах республики. 18 сентября, также в день единого голосования, в Государственную Думу выбирались депутаты, представители Республики Коми, были даны в Государственный Совет, выбирались представители, представительные органы Советов сельских поселений, отдельных районов. Уверен, что вновь избранные депутаты успешно включатся в работу в новом статусе и будут достойно представлять интересы наших избирателей на всех уровнях власти. Среди жителей Республики я видел тысячи активных людей, готовых не только спрашивать власти, но и деятельно участвовать в жизни развития нашего региона. Не только в регионах, но и отдельного города, района, села, поселения. И сегодня очень важно слышать всех в республике, без исключения. Формализм в отношениях общества и власти категорически недопустим. И каждому обратившемуся надо относиться так, как будто это самый близкий родственник и самый важный человек в нашей жизни. Свои профессиональные обязанности исполнять так, как будто мы родеемся, самое родное, дорогое, без которого не представляем свою жизнь. Мы должны выполнять свои обязанности с полной самоотдачей, не жалея сил и по-другому ни сегодня, ни в будущем нельзя. Именно такая задача стоит в первую очередь перед органами исполнительного власти, местного самоуправления и, конечно же, перед депутатским корпусом. Коллеги, сейчас нам также предстоит обновить, как я уже сказал, все статистические наши документы, как на уровне региона в целом, так и на уровне отдельных муниципальных образований. В них обязательно должны быть учтены все чаяния наших избирателей, которые в том числе они выразили в рамках наших общественных слушаний. Наши стратегические задачи должны быть учтены и при формировании республиканского консолидированного бюджета, и при подготовке финансовых заявок для участия на федеральном уровне в федеральных программах. Эти направления, как и прежде, я буду лично курировать, и, конечно же, они будут лично под моим контролем. Дорогие друзья, мы поставили перед собой амбициозные задачи. Для решения необходимо предложить максимум усилий всех предприятий, всего уровня гражданского сообщества, всех жителей республики. У нас с вами, безусловно, длинный и очень сложный, но тем самым интересный и плодотворный путь. Независимо от политических взглядов и убеждений, наша общая цель – возрождение нашей республики. Уверен, что республика станет сильной и процветающей. Альтрия Кузьмин, Галур, Жуков. Спасибо. Дорогие друзья, вы знаете, что в рамках Конституции соответствующий федеральный закон должен сделать соответствующий выбор будущего сената Республики Коми. Я хотел бы, на сегодня здесь, при вас, представить будущего сената Республики Коми, правительства Республики Коми, Шартофина Дмитрия Александровича. Я уверен, что Дмитрий Александрович обладает всем необходимым профессиональным опытом, молодостью, перспективой взглядов и, конечно же, патриотичным отношением к республике. Я уверен, что Дмитрий Александрович будет достойным представлять республику Коми в Совете Федерации. Успехов, Дмитрий Александрович. Дорождественная церемония вступления в должность главы Республики Коми Сергея Анатольевича Каврикова завершена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры Reedus